Зал зимнего полон, зритель в нетерпении. Что на этот раз задумал Башмет? Музыкант с потрясающим чутьем на то, как надо делать фестивали. Сочи уже оценил и полюбил его зимние творческие марафоны. С учетом того, что публика сочинская действительно очень любит Башмета и фестиваль, Юрий Абрамович принял решение и осенью проводить, я думаю, что в бардакный сезон проводить тоже фестиваль. Мы все хотим, чтобы это событие состоялось. Вы в этой очереди номер один, затем мы номер два и наша поддержка номер три. И это не по значимости, а по сути. В первом концерте фестиваля маэстро решил объединить классику и джаз. Первое отделение – традиционная академичность. Рассини, Вивальди, Моцарт. Исполнители, как на подбор, лауреаты и победители международных и всероссийских конкурсов. Идею осеннего фестиваля в Сочи они восприняли с энтузиазмом. Виолончелист Борис Адрианов признался, музыканты тоже люди. И тоже с удовольствием проводят несколько дней в бархатный сезон у моря. С огромным удовольствием можно погулять и повидать прекрасных людей, поиграть замечательную музыку, бывать в любимом городе и посмотреть на 10-метровые волны сегодня. Бархатный сезон, сегодня бархат на меня катил с ног до головы прямо на набережной, было отлично. Испанский пианист Ксавьер Пирьянос в Сочи второй раз. До того был на курорте во время Олимпиады. Теперь признается в любви и городу, и башмету. «Маэстро башмет использует весь потенциал. Музыканты с большим удовольствием приезжают туда, где он проводит фестивали и играют с ним. Это очень мощная реклама для города». О том, что расчёт маэстро башмета верен, говорит всё больше нюансов. Публика воспринимает происходящее с явным удовольствием. Да и другие музыканты уже готовы пойти по стопам известного альтиста. «Последующие концерты, которые я увидел, рекламу – это два дня Спивакова, это как бы желание не отставать от Юрия Абрамовича башмета, потому что он тут прописался надёжно уже многие годы, а Спиваков у нас достаточно редкий гость. Но он решил, что раз так ходят на башмета, то почему бы ему сюда не приехать». На десерт башмет исполнил и своё произведение – размышления для джазового трио и струнных. Про эту пьесу Ростропович как-то ему сказал «Поздравляю, старик, ты написал реквием Моцарта». Вопрос о том, станет ли осенний фестиваль башмета в Сочи традиционным, пока решается. Но, зная неуемную натуру музыканта, можно предположить, что бархатные сезоны на курорте без музыки точно не останутся. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ